Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Ну что, мои хорошие, дождались? Наконец-то в Москву пришла более-менее комфортная погода. Мы с Алексеем Дмитриевичем... Человек-рюкзак приветствует вас! ...решили погулять, так что приглашаем вас вместе с нами. Ну и, конечно же, заодно показать вам мое платье Аркабалена на мне. Получилась неимоверная красота! Конечно же, я потом попрошу Лешика, чтобы он снял меня во всей красе. Ну а пока смотрю на небо, вдруг пойдет дождь, вдруг не успею. И решила представиться вам во всей красе, ну пока что, так скажем, до пояса. Друзья, я очень довольна своей работой. Я просто восхищена пряжей, рисунок, узор. И то состояние, в каком я вязала это платье, были замечательными. Что было после, об этом умолчу. Это оставим, так скажем, в прошлом. Но платье я успела связать вот в таком вот настроении. И вообще я стараюсь вязать свои вещи в хорошем настроении. Итак, друзья, сейчас немножечко вот так вот приближу. Я знаю, что есть, которые уже хотят. Покажи, покажи. Ну дождитесь немножко. Сейчас придем в наш парк Радужный. И я вам все более подробно расскажу и покажу. Расскажу более подробно об этом вот ремешке, который я связала на мельнице для вязания. Покажу эту мельницу. Я взяла ее с собой. Ничего вязать не буду. Но просто я знаю, что приходит много народу новеньких. И я вам просто ее покажу. Ну и подробнее все это увидите на мне, рассмотрите. Может быть, будет что-то еще интересное туда, куда мы идем. Вы уже видели этот пруд, пруды Радужные. Мы опять идем туда. Но погода такая, скажем, стрёмная. Какие-то облачка ходят. Солнца нет. Я не сходил, вот так и не находила. Солнца нет, но жарко, душно, возможно, польет. Так что, если не увидите вторую часть, ну, как бы, погода есть погода. Вот. Может быть, и снимем под дождем. Лешик просто очень хочет, чтобы я ему дала слово. Перебивает меня. Ну, давно не гуляли. Я просто хочу на фоне вот этой елки снять ее побыстрее. Ну, на фоне елки я почему выбрала это место, друзья. Здесь очень красивые елочки. Вот такие голубые. Я сейчас вот вам поверчусь, покручусь, покажу, чтобы вы увидели вот эту красоту. Я не знаю, мы здесь много раз ходили, но я почему-то их не замечала, как будто первый раз вижу. Правда, мы шли, вот сейчас я вам покажу эту дорожку. Там в основном березы, ну, какая-то тротуарная плитка, какой-то парк. Ей-богу, я не видела эти елки. Вот такая я. Не знаю, где я летаю, в каких облаках и где я вообще нахожусь в какое-то время. Иногда, вот вы знаете, что-нибудь положу дома. Ну, ищу, ищу, хожу, хожу. Может быть, это уже какая-то потеря памяти. Или, может быть, я обдумываю какие-то новые творческие планы. И, естественно, мозг в это время отключается, и я не помню, что я делаю. Правда. Если у вас такое тоже бывает, напишите мне, чтобы я уже совсем поняла, что я не схожу с ума. Ну, ладно, это было отступление, это, конечно же, была шутка. А сейчас посмотрите на эти красивые ели, на эту природу. Наверное, это единственное, что у нас осталось в нашей жизни, которое нам просто удивительно поднимает настроение. То, что творится в мире. Я не хочу даже об этом вспоминать. Будем наслаждаться природой. Будем заряжаться, будем ловить позитив. И, конечно же, будем жить. Итак, давайте пойдем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! И обращаюсь вообще ко всем! Друзья, конечно, прислушивайтесь, но имейте свою точку зрения! Вы представляете, если бы я все-таки послушала вас и распустела эту красоту! Поэтому слушайте свое сердце! Ну что, давай доставать! Я взяла с собой вязание! Ты обещала показать моталку! А, да, моталку хотела показать! Друзья, кто не знает... Ой, а я, наверное, дома оставила что ли? В общем, вот такая мельница! Я уже рассказывала о ней, где-то есть видео даже... Они бывают разные! Здесь ручка вроде дрова... О, чуть не потеряла! Здесь ручка и грузик еще! Вот так вот крутим, сюда вставляем ниточку и вяжем вот такие прекрасные шнуры! И потом у нас получаются вот такие красивые аксессуары! Да, сейчас вам еще хочу показать... Как сделать вот такой декоративный узел? Это не просто узел! Сейчас я вам покажу! Мы просто... Вот так вот! И в эту же петельку еще один раз протаскиваем! И у нас получается... И потом соединяем вот так! У нас получается вот такая штучка! Которая на первый взгляд кажется, что это простой узел! На самом деле это не простой узел! И смотрится вот так вот красиво! Так что из таких вот мелочей появляется красота! Но мы будем сейчас отдыхать! Вязать! Я взяла вот такое кружево, которое я вам недавно показывала! Немножко продвинулось! Ну и конечно же потом покажу! Когда уже выберу модель! Мысли летают в голове одна другую! Я хочу! Вот воплоти меня! В общем, что будет, пока не знаю! Конечно же расскажу! Друзья, в общем, мы пьем за ваше здоровье! Вот! Сейчас покажу наш такой импровизированный стол! Кто кушает, всем приятного аппетита! Сегодня я собственноручно, я могу похвастаться за продолжительное время! Сама запекла вот такую запеканку из творога! Вообще-то это исключение из правил, поэтому я хвастаюсь! Вот! Ну а остальное все делал Леша! Здесь у нас помидорчики, сыр и сладости! Там у нас, кстати, очень вкусный абрикос! Как называется? Шалах! Шалах! Армянский! Бананчик! В общем, чай, вода! В общем, сидим! Релаксируем! Человек-рюкзак! Релаксируем! Наслаждаемся природой! Народу так достаточно, я бы сказала! Немного и немало! Здесь не напрягает! Да, но мы сидим вот не на скамейках, а на травке! Кстати, травка немножко пожелтела, я хочу сказать! Да, кстати, друзья! Вот, кстати, хорошая тема по поводу босоножек! Я не знала, куда это вставить! Помните, я вам говорила, что не рекомендую их покупать! Сейчас расскажу, в чем дело! Я же и из этого положения нашла выход! Как вы понимаете, что вот это не кожа! Сейчас я сниму, наверное, чтобы поближе! А то мне удобно! Вот! Вот это вот не кожа! И это было цвета такого коричневого! И почему-то, вот, кстати, вот здесь вот я не ободрала! Вот! И вот это вот дермантин! Вот сейчас я вот так вот его обдеру! Он стал, ну, слезать, да? Но там еще остается какая-то, ну, так скажем, что-то еще от него, да? И вот он только вот этот коричневый цвет стал облезать! Что я сделала? Я просто взяла и собрала везде! Вот здесь он был! Вот здесь, кстати, надо ободрать! А вот эти цвета, почему-то они, ну, нормальные! То есть, качественный дермантин, да? А вообще, по своей, ну, посадке по ноге, они очень удобные, эти босоножки! Поэтому, если вас не пугает вот эта вот беда, можно заказать! Ну, мне кажется, их разобрали, их уже и заказать нельзя! Так что, вот, делюсь! Удобно ходить! Ну, вот, такая ерунда случилась! Не знаю, почему только с этим цветом! Вот эти цвета, они нормальные! Вот! Вы видите! В общем, ношу! Друзья! Снимаю втихаря! Решила вам показать здесь у кого-то то ли день рождения, то ли еще что-то! И вот, богатые родители, которые вот сейчас с фотоаппаратами, наняли вот это вот чудо в черном одеянии! И вот он развлекает людей! Друзья, я не против всего этого! Ну, куда же делись наши сказочные герои? Где же они? Неужели вот это вот чудо в этом черном одеянии, которому заплатили бабла, это вот сейчас герои вот этих вот наших детей? Люди, задумайтесь! Что вы делаете? Я не знаю, моему возмущению нет предела! Просто нет предела! Как же все это наиграно! Как это все куплено! Неужели вы не чувствуете, что здесь нет жизни? Мне прям вот, извините, блевать охота! А вот жасмин! Ну, это не тот жасмин, который я, не знаю, показывала я вам это видео или нет! Причем здесь вот такой не совсем расцвевший, или он уже спать улегся! А вот здесь, здесь ветки ломятся! Здесь такое буйство! Просто обалдеть! Вот здесь уже полностью раскрылся! Просто после дождя иду! Аленушка, вот отсюда! Ага! Аленушка пошел! Ой, это красота красивая! Боже ты мой! Ой! Это обалдеть! Ой, какой ароматище! Боже ты мой! Ой! Опьянеть можно! Какая красота! Какой чистый воздух! После этого дождя! В общем, мы не пожалели, что пошли, посидели на остановке! Переждали градусы! Внизу с дождем! И пошли в парк! И столько много увидели! Ой! Надеюсь, я сегодня буду спать хорошо! Хотя сомневаюсь в том, что там жарко! Жарко! Очень жарко в квартире! Ну ладно! Через два дня нам говорят, будет 22! Даже не верится! Но и эти скачки с 35-40 градусов на 22! Бедные наши головушки и сердечки! Друзья, посмотрите, кого мы встретили! Да большой такой! Это уже второй! Да! Но тот убежал в траве! Мы его поняли, что это ёжик! Но не увидели! Только шелест услышали! А этот вот... Да не бойся ты! Ёжечек! Вот тебе, Боже мой! Не бойся! Вот тебе, мой хороший! Ну! Беги! 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 Собака тут! А комары только руки высуни! Ой! Загрызут! Поэтому пошли! Не будем! Да! Не будем! Пока ёжик! Пока! Друзья, переждали мы дождь! Пошли в наш любимый парк! Посмотрите! Это просто сказка! Я не могла не показать вам! Земля парит! Вода парит! Это ж насколько она была тёплой! Что вот дождь её так остудил! И вот как туман! Солнышко на заходе! Просто красота! Конечно, мокро! Но такое всё сочное! Чистое! Прям вообще обалдеть! Это просто сказка! Вот этот вот такой туман! Я очень хороший ракурс выбрала! Очень красиво! Солнышко на заходе! Что? Сейчас мы оставляем! Что?